Ну я вот так считаю, что на избирательных участках получается 4 бюллетеня. Это неправильно считаешь. То есть на каких-то участках 4 бюллетеня, а на каких-то 5 бюллетеней сразу в руки дадут. Так откуда 5-то? 5, потому что вот где-то проходят еще какие-то дополнительные выборы. Антон и Наталья, вы правы оба. И вы, Антон, и вы тоже. Но это не дополнительные выборы, строго говоря. Это выборы депутатов муниципальных советов. И это три совета. Один из них полностью избирается в муниципальном образовании Автова, это Кировский район. Два мандата замещаются путем выборов в поселке Пантонный и в поселке Саперный также проходят муниципальные выборы. Как сложно, значит, где-то действительно 5, но все 5 бюллетеней по разным выборам. Вы нам сегодня подробно об этом расскажете? Безусловно. Это программа район и кварталы. Здравствуйте, с вами Наталья Самуша и Антон Горнов и наш гость. Совсем немного времени осталось до дня голосования на очередных парламентских выборах. С одной стороны, многие наблюдатели называют их самыми тихими и незаметными, но с другой в Петербурге все-таки не обошлось без громких предвыборных конфузов и происшествий. О том, как проходит избирательная кампания в Государственную Думу и петербургские ЗАГСы, что ждет горожан 18 сентября на избирательных участках, поговорим сегодня с секретарем Санкт-Петербургской избирательной комиссии Ниной Шубиной. Я член комиссии с правом решающего голоса. Поправили нас. Ну и хорошо. Все-таки замечательно. Вот сегодня давайте вот такие формальности. У нас замечательный секретарь комиссии Марина Цаножданова. Хорошо, но тем не менее мы начнем с самого главного. Сколько же все-таки избирательных кампаний сейчас происходит в Петербурге и от чего зависит количество бюллетеней на участках? Ну, в Петербурге одна кампания избирательная федерального уровня, одна избирательная кампания по выборам депутатов ЗАГС региональная, да, субъекта федерации. И три кампании по выборам депутатов муниципального совета. Это каждый раз самостоятельная избирательная кампания. Ну, понятно, федеральная кампания, понятно, городская. Почему только в трех местах проводится муниципальный выбор? Потому что в этих муниципалитетах по разным причинам, в связи с тем, что первые выборы распаривались, вторые там сроки полномочий, они продлевались. И вот сейчас они истекли. И поэтому, поскольку мы выборы все проводим для удобства людей, для меньших трат, в единый день голосования эти выборные кампании избирательные традиционно присоединены к федеральной и региональной кампаниям. Нина Лазировна, давайте все-таки поясним, что это за бюллетени, почему их четыре. И мы разобрались, что в некоторых районах, в некоторых округах будет их пять, но все равно для большинства их все равно будет четыре. Что это за бюллетени? Ну, во-первых, начнем с федерального уровня. И аналогичная кампания, мы выбираем парламент и страны, и парламент нашего города. И выбираем тот и другой орган представительной власти по смешанной избирательной системе. Мы к этой системе не возвращались с 2003 года и немножечко от нее отвыкли. То есть и на выборах в САГС, и на выборах в Думу один бюллетень – это список конкретных кандидатов, а второй бюллетень – это список партий. Да. Вот начнем с Думы. У нас будет восемь думских округов. Восемь. Численность избирателей в каждом в районе 500 тысяч. Это большие округа, по два, по три района даже бывает частично, да, география такая. И в этих восьми округах депутаты будут избираться как по партийному списку, это единый федеральный округ, так и по одномандатным округам путем выдвижения, в том числе и партиями, и самовыдвижениями. Собственно аналогичная система. И абсолютно аналогичная. Здесь восемь округов, там 25 в нашем питерском, 50 депутатов в парламенте. Эта цифра остается незыблемой по уставу. Соответственно, 25 будет избрана по партийному списку, 25 по кругам. Мы продолжим эту тему, не завершаем разговор. Сейчас у нас на очереди выпуск новостей городских районов. Посмотрим его и вернемся в студию через 4 минуты. В Кронштадте будут показывать новейшие корабли и подводные лодки. Остров Котлин стал военно-морской площадкой международного форума «Армия-2016». До конца недели в акватории Кронштадта можно будет увидеть новейшую технику. Зрители смогут подняться на борт корвета «Бойки», фрегата «Эссен» и других кораблей. Некоторые образцы, которые пока только проходят испытания, покажут впервые. Вне всяких сомнений, площадка этого форума будет демонстрацией наших достижений и чувства гордости за нашу армию и за наш флот. И вне всяких сомнений на этой площадке специалисты своего дела могут иметь возможность прямых общений для поиска новых инновационных и современных решений. Кроме того, в рамках форума развернут историческую экспозицию. Тематические выставки и концерты будут ежедневно проходить в Петровском парке. Военно-технический форум продлится в Кронштадте до 11 сентября. На Большой морской в скором времени может появиться фонтан. В КГО подвели итоги конкурса на лучший проект реконструкции пешеходной зоны между Невским проспектом и Дворцовой площадью. Победителем стал тандем из двух архитектурных бюро. За предложенный вариант ребрендинга проголосовало подавляющее большинство членов жюри – 85%. По словам экспертов, их покорил сдержанный подход к изменениям. В отличие от своих конкурентов, проект «Победитель» отказался от летних кафе, резиновых роллерпарков и выставочных залов, а предпочел оставить пространство Большой морской пешеходной зоной, своеобразным коридором в Эрмитаж. Объемно-пространственная ситуация, которая сложилась уже в этом месте, она сформирована до нас. Это аппаратный вход на Дворцовую площадь, арка главного штаба. И поэтому мы не вмешиваемся в объемно-пространственные решения. Основные перемены коснутся именно покрытия. Нынешнюю брусчатку и асфальт уберут. На их месте появится выложенный кругами гранит. По задумке авторов, это будет напоминать об инфиладах Эрмитажа. В центре каждой окружности воссоздадут типы мощений, характерных для разных периодов становления Петербурга. Также вдоль стен зданий расставят скамейки, а морскую тематику улицы будет олицетворять миниатюрный фонтан. В музее политической истории России расскажут об избирательных технологиях. Выставка «Осознанный выбор» предлагает вспомнить и оценить, как боролись за голоса электората кандидаты разных лет. На витринах и стендах атрибутика, без которой не обходится ни одна предвыборная кампания. Яркие листовки, плакаты и всевозможные сувениры должны привлекать взгляд избирателей и оставаться в их памяти, по крайней мере, до тех пор, пока они не опустят в урну заветный бюллетень. Цель выставки – помочь людям научиться различать красивые лозунги и реальную политическую программу. Это не обман, а это попытка ярко выделиться на фоне других. Те избирательные технологии, законные, которые представлены здесь, это специальное техническое средство, чтобы более ярко подать свой образ. Примеров грязного пиара и нечестных приемов предвыборной борьбы на выставке нет. Зато законные методы показаны во всем своем многообразии. Например, фотография Андрея Аршавина на листовке должна привлечь в первую очередь молодежь. А такой плакат заинтересует скорее представителей старшего поколения. При этом мало просто придумать яркую картинку. Нужно сделать так, чтобы, получив бумажку у метро, человек не выкинул ее в ближайшую урну, а сохранил, потом прочитает. Чтобы человек не выкинул листовку сразу, там могут быть календарь, разные телефоны, может быть в газете какой-нибудь кроссворд, рецепты и так далее. Пока на экспозиции собраны материалы об избирательных компаниях с 2007 по 2014 годы. Не только из Москвы и Петербурга, но и из других регионов. После ближайших выборов выставку расширят за счет свежего пополнения. Специальная витрина для этого уже приготовлена. Ждем второй выпуск новостей от наших коллег из службы информации во второй части программы. А сейчас продолжаем разговор о грядущих выборах. Продолжаем разговор. И вот какой вопрос, наверное, обязательно нужно уточнить. Сколько же мы галочек можем поставить в каждом бюллетене? В отношении избирательных бюллетеней по выборам от партий, так же, как и по второй части мажоритарной избирательной системы, ставится только одна галочка. В остальных случаях, если это будет две или не будет ни одной, бюллетень не будет признан действительный. Ничего не очевидно. Я так понимаю, что в муниципальных бюллетенях... В муниципальных бюллетенях другая система. Например, в Автово четыре округа, по пять мандатов в каждом. И набирается 20 депутатов, да? А выдвинулось там около 80. То есть можно поставить... Можно поставить от одной до пяти. И вот я представляю себе эту бабушку, которая приходит на участок, а ей говорят, вот здесь бабушка, вы ставите от одной до пяти, а вот здесь только одну. Ну, она уже запуталась, уже ничего не поняла. Бедная и несчастная. Вы знаете, поскольку будет одинакова система выборов и в парламент страны, и в парламент города, и одна отметка в бюллетене, она ясна избирателям испокон веков, можно сказать. И в четырнадцатом году мы, выбирая губернатора, ставили одну отметку. Мне кажется, может оказаться и в понтонном, и в саперном, и в Автово большое количество испорченных бюллетеней, потому что люди будут по пять штук ставить везде. Ну, вы знаете, там усиленно разъяснительная работа должна быть. Во-первых, это заинтересованность муниципального сообщества в этом и граждан всех, да? Там численность избирателей при том, 1300 человек. Легче это все сделать там и там. Нина Владимировна, такой, может, немножко дурацкий вопрос задам. Ну, что, Наташа? Ну, вот бабочки спрашивают, допустим, если она голосует по партийному списку за какую-то конкретную партию, ставят галочку напротив выбранного ей там кандидата, я имею в виду партии, а по другому бюллетеню, там, где указаны фамилии кандидатов, она голосует за кандидата, который совершенно в другой партии. Это право избирателя. Имеет ли право так она сделать? Это право избирателя незыблемое. Право избирателя. Здесь она выбирает личность, понимаете? Многие волнуются, на самом деле, не понимая, что, в общем, это не имеющее отношение к друг другу бюллетеней. Ну, на самом деле, это действительно, исходя из того, что это две разные избирательные системы, разный способ. Это, к слову, знаете ли, об анонимности еще вопрос. Но вот мы сегодня слушаем мнение эксперта, хотелось бы узнать еще и мнение рядового гражданина. И вот сейчас нам на помощь приходит наш обыватель-обозреватель Юрий Кондиранда. Читаю форумы про выборы. Понимаю. Чтобы в этих самых выборах разобраться, надо посмотреть на законы, кто допускается к выборам, какие партии, при каких условиях. Как будет распределяться бесплатное время? Будут ли дебаты? Станут ли наказывать за шельмование на выборах? С автобусами, подарками, голосованием одного за десятерых? Как будут привлекаться мигранты? А вот знаете, уже неинтересно. Лично мне неинтересно по двум причинам. Первая причина. Дважды работал на избирательных участках, в избирательных комиссиях. И мне теперь достаточно прийти на избирательный участок, и уже все ясно. Причина вторая. Лично я с соседями убедился в полной несостоятельности депутатов при решении конкретных вопросов. По нашему дому, например. Десять лет решают, крыша все течет. У меня на кухне рекорд нынче. 14 ведер воды за ночь. Неинтересны мне выборы, грусть они навевают. Нина Лазировна, ну вот смотрите, вот вам обывательская точка зрения. Что скажете? Есть позиция, да, и есть в этой позиции своя логика. Но тем не менее, ну что, неинтересны и не пойду. И все так скажут, и что дальше. Но если тот, который не выполняет обещания по крыше, надо его поменять на того, кто может это сделать, и самому определиться по тем выступлениям, по программам, по связям. Ну хорошо, мне кажется, знаете, с чем я с Юрием соглашусь? Как не очень интересны избирательные кампании. Вот именно это, именно в этом году. Ну вы немножко выходите за предмет вот моей компетенции и компетенции комиссии. Вы пошли уже за агитационные вещи, и кого выбирать, и как работают депутаты. И избирательная комиссия работает строго по закону и осуществляет процедуру выборов. Ну давайте про вашу компетенцию, и давайте про громкие истории, которые уже были связаны с Горизберкомом. А с какой вы считаете позиции громкие? Для тех, кто посвящен. С журналистской позиции. Итак, Горизберком не регистрирует на выборах в законодательное собрание три политических партии. Центральная избирательная комиссия меняет это решение и выносит свой вердикт. Они попадают в список. Объясните, как так получилось, что по одним и тем же документам, по одним и тем же основаниям Горизберком не зарегистрировал партии, Центр избирком зарегистрировал их. Ну, начнем с того вообще, с самого процесса регистрации. Вы понимаете, что из этих девяти пять партий зарегистрированы без всякого сбора подписей. Так? Это уже сразу выглядит вроде бы, с одной стороны, как преференция. Те, кто уже имел представительство в ЗАГСе. Это те, кто имел, они уже как бы отработали это условие. Они сдали документы, зарегистрировались. Да? Остальные документы были все в порядке. Дальше пошли партии, которые собирали подписи. Среди них, например, партия Роста. Она была из тех, кто собирает подписи, зарегистрирована. Дальше вы понимаете, что количество подписей, к ним требования к этим подписям, к их оформлению, к изборщикам, к учету, ко всему. Очень серьезные и прямо предусмотрены в нормах нашего законодательства. Вообще, я вам как юрист скажу, что это одна из сложнейших отраслей. Это избирательное право. Что в правоприменении, что в процессуальных вот всех наших процедурах. Ну, почему же взгляд-то разный? Вот давайте хотя бы на примере одной из партий. Давайте на примере Парнаса. Законодательство Санкт-Петербурга. Вот передо мной текст закона. Содержало норму, согласно которой список сборщиков подписей должен быть нотариально удостоверен. Ну, в органах нотариата удостоверяется, что вот эти люди собирают... Я считаю, что эта норма обоснована в нашем законодательстве. А зачем? Она связана с тем, что и провокации она предотвращает, которые имели место быть, да? Когда другие люди, предоставляя себя за... Это какие, например, провокации? Ну, вы, наверное, знаете больше меня в этом смысле. Вот по-моему, по московскому району и так далее. Смотрите, у нас эта норма есть. В федеральном законе, который, в общем-то, рамочный закон, хоть он и очень подробный, и с 2002 года он работает, и куча там поправок масса, мы в этой норме не содержались. Мы руководствовались двумя законодательными актами. Федеральным законом и законом Санкт-Петербурга. Как говорили, как учили нас в свое время Санкт-Петербургская правовая школа, Юрфак. Закон суров, но закон, это римское право. Закон суров, но закон, у нас он есть. Мы написали, что вот это вот неправильно. ЦИК рассмотрела у себя и решила, что наш закон, он превышает компетенцию субъекта, и наша комиссия здесь, ну, может, перестаралась как-то нам. А мы находимся у ЦИКа, мы, субъектная комиссия, ЦИК сам, верхняя, ТИКи наши, УИКи наши, мы строго иерархическая система. И если вам из Москвы сказали неправильно, значит вы... Нам не сказали, а нам прислали документ, понимаете, решение ЦИКа. Поэтому мы приняли решение, мы причем это работали в режиме единого заседания. Есть еще какие-то разночтения в законодательстве избирательном городском и федеральном? Нет, пока у меня на памяти нет из того, что мы сейчас разбираем. Этот процесс завершен, 9 партий зарегистрированы, как вы видите, уже изготовлен бюллетень, я думаю, что здесь мы соблюли все интересы. Те, кого мы уже четко, вот вы мне задавали перед эфиром вопрос о партии, там Родина, предположим, там настолько великое число. Здесь вот как-то погранично было. 10% допускается недостоверных подписей, да, или непринятых нами, или каких-то там еще нарушений. Но 10% это основная, из-за чего? А из-за чего была нерегистрация? А, значит, там гораздо выше и не оспаривают даже порой те партии, которых мы не приняли, не зарегистрировали. Нина Владимировна, ну вот вы почти 30 лет работаете на выборах. Вот как вам кажется, может вообще стоит отказаться от этой системы сбора подписей? Вы знаете, я считаю, что наоборот, эта система легитимнее, чем система, скажем, залога, который отменили. Потому что залог, даже если сумма не слишком высокая, это сразу принцип какой-то неравенства между кандидатами. А здесь, во-первых, это поддержка с земли, с поля. Это и знакомство. Нина Владимировна, ну эксперты говорят, что летом невозможно честно собрать нужное количество подписей. Ну собрали же партии, мы же серьезно проверяли. И якобы у всех, если покопаться можно, вот стопроцентную проверку провести, все равно найдется. Ну вы знаете, это вот то, что мы с вами говорим в эфире, эксперты говорят, заверяют, я не могу как юрист и как член комиссии принять, понимаете? Вот те, у кого были недоставлены, они уже установлены. Вот которые мы восстановили, 9 зарегистрировали. Но может быть, вот как Наташа говорит, по крайней мере по партиям отменить. У нас и так не очень много партий политических сегодня, по сравнению с тем, что было там, допустим, 20 лет назад. В Петербурге 75 было, наверное, я даже ошибаюсь, уже под 80. 75? Пожалуйста, в Минюст, на сайт посмотрите. Это зарегистрированные в Петербурге партии. И у большинства из них записано в уставах право формирования органов власти, участия их в формировании, участия. Я имею в виду через выборы. Продолжим этот разговор. У нас на очереди еще один выпуск новостей городских районов. Через три минуты вернемся в студию. В авиагородке обследуют загрязненную территорию. Специалисты должны дать ответ о площади свалки и определить класс опасности отходов. Несанкционированная свалка находится на территории прилегающей гаражно-строительному кооперативу «Авиатор» в районе пересечения улиц Взлетной и Вертолетной. Настоящий масштаб бедствия еще только предстоит выяснить. Но уже сейчас видно, что пострадало большое поле и его окрестности. Для того, чтобы определить экологически выгодную стратегию ликвидации, администрация Московского района заказала полный комплекс исследований. Уже проведены инженерно-геодетические исследования, в результате которых будет получена карта-схема и цифровая модель территории, которая будет отражать рельеф и общую ситуацию на объекте. Был произведен отбор проб свалочных масс. На данном этапе производится химический анализ и биотестирование водной вытяжки из отобранных образцов. Получив результаты, специалисты дадут заключение о классе отходов. Следующим этапом будет проводиться радиационное исследование. По итогам всей работы составит научно-технический отчет. Исследование загрязненных территорий закончится в декабре этого года. Кировский район предлагает один из скверов назвать в честь Николая Путилова. Инициативу общественников обсудили в районной администрации. Активисты уже подобрали место, которое может носить имя одного из величайших инженеров и промышленников России. Это безымянный сквер рядом с Кировским, а когда-то Путиловским заводом. По замыслам общественников, сквер должен получить имя Путилова к 200-летию со дня рождения российского промышленника, то есть в апреле 2020 года. Идеи активистов получили одобрение главы районной администрации. Теперь их направят в общественную палату и правительство Петербурга. В Колпино вспомнили о российско-французской дружбе. Делегации с Францией и петербургские школьники почтили память пилотов эскадрильи Нормандия-Неман. Уникальный французский истребительный авиаполк был сформирован в 1942 году. Франция была оккупирована немцами, поэтому подразделения формировали в СССР. Французские добровольцы летали на советских истребителях, сражались на советско-германском фронте. После войны эскадрилья вернулась на родину. Память пилотов сегодня чтут в обеих странах, а в Колпино летчикам Нормандии установлен мемориал. Колпино связано с именем Александра Невского. И Нормандия-Неман как эскадрилья была награждена как воинское подразделение орденом Александра Невского. И когда мы устанавливали эти контакты с мемориалом, то на первом плане у нас было именно это единение. Делегация из Франции прибыла в Петербург в рамках празднования 294-го дня рождения Колпино. Отдельным пунктом программы стало посещение школы номер 258. Гости провели для школьников урок истории. Это все новости на сегодня, а мы посвятим еще несколько минут разговору о выборах. Нина Владимировна, могут ли избиратели жаловаться в горы с бирком? На что и как они могут жаловаться? Обязательно могут. На нарушение избирательных прав граждан, которые могут выражаться в разных абсолютно формах. А каких? Вы можете перечислить нам эти формы? На что обратить внимание? На списке избирателей. Я пришел, у меня нет в списках избирателей. В день голосования, наверное, уже поздно. Ну, не в день голосования. Почему? У нас граждане приглашены на ознакомление со списками заблаговременно. Но это процедурный вопрос. А все-таки вот сейчас, пока идет агитационный период, какие жалобы к вам уже поступают? Вы знаете, от граждан жалоб гораздо меньше. И в основном идут от кандидатов друг на друга такие бывают вещи. Например, пишут об использовании административного ресурса. Я вам не буду называть никаких. Не знаю, но традиционно, давайте так, по грязным технологиям. Есть у нас двойники, кандидаты-двойники. Точные инициалы, точная фамилия. Так же, как основной кандидат. Нет, у меня в памяти таких, где точные инициалы и фамилия. Инициалы может быть. А фамилии могут быть. У нас очень много русских фамилий, которые повторяются. Что вы спрашиваете? Здесь вы ничего сделать не можете. Ничего не можем. Есть право такое у людей. А хорошо, а есть ли листовки подметные, как это говорят в народе, да, какие-то дискредитирующие кандидатов. Такая антиреклама, антипиар. Тоже раньше, прежде было распространено. Очень редко. Пока на моей памяти один такой случай. И мы комиссии приняли решение. Это избирательная компания какая-то тихая. А почему вы думаете, если будет много грязного пиара и много запретных листовок, это будет хорошая компания? А вы знаете, тихая компания, это как раз показатель политической культуры. И так можно рассматривать это. Нина Владимировна, но все-таки вы сейчас с какими нарушениями чаще всего сталкиваетесь? Ну, сейчас идет агитационный период. Мы все процедуры, которые полагаются, о которых вы, Антон, упоминали, например, жеребьевку о бесплатной площади, все провели своевременно. Это было непросто. Было очень много у нас желающих, тем более по двум избирательным компаниям. Поэтому по прессе пока жалоб нет. Могут сегодня быть какие-то вопросы, связанные с выдачей открепительных удостоверений. Но пока тоже мы каждую комиссию, а мы заседаем два раза в неделю сейчас, мы прослушиваем в конце заседания информацию о поступивших жалобах. Она вся идет к нам в эфире, на баннере. И о том, сколько выдано на сегодняшний день открепительных удостоверений. Пока идет счет на сотни. А избирателей у нас, я напомню, 3 миллиона 790 тысяч. На что дает мне право открепительное удостоверение, если я попадаю на другой избирательный участок, в другом округе, или может даже в другом городе? В другом городе, имея открепительное удостоверение, взятое с вашего места жительство из того участка или из той территориальной комиссии, дает вам право на любом участке России, на любом избирательном участке, получить бюллетень по партийному списку в федеральный парламент. А в пределах города, в другом районе, у него будет два бюллетеня. Один по парламенту Госдумы, один по парламенту нашему петербургскому. Чего бы я хотел пожелать, с одной стороны, на сайте избирательной комиссии можно найти по конкретному адресу, дому, улице, квартире, к какому округу ты приписан. Это называется найди свой избирательный участок. С другой стороны, очень не хватает простой доступной карты избирательных округов, как по ЗАГСу, так и по Государственной Думе, чтобы можно было понять, где ты находишься на территории какого округа и какие кандидаты у тебя баллотируются. Эта карта тоже есть на сайте у нас комиссии. Полностью, она единая. Я рад, если она появилась еще не так давно, ее там не было. Знаете, она есть, вот я не знаю, может у меня даже с собой, она цветная, и там городские округа внутри думовских, но иногда пересекаются. Но нет, к сожалению, с собой не взяла. А можно ткнуть, я не знаю, в какой-то мышкой? Соткнуть и увидеть. Кликнуть и увидеть, какие кандидаты там баллотируются. Но сегодня списки уже вывешены кандидатов. И вы можете путем двух информаций сопоставить эти данные. Всех приглашаем на сайт городской избирательной комиссии. Нам там два баннера вывешены. Госдума и законодательное собрание. На этих баннерах наша документация. И на выборы 18 сентября мы тоже всех приглашаем. И мы тоже. Спасибо, Нина Владимировна. Я напомню, что сегодня гостем программы района кварталы была член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Нина Шубина. А все-таки я вас подправлю. Санкт-Петербургская избирательная комиссия. А я сказал городской. Городской Санкт-Петербург. А все пишут городской, это неправильно, не по закону. Нина Владимировна, спасибо вам большое. В завершение я хочу традиционно обратиться к телезрителям. В течение всей программы вы видите у себя на экране телефон нашей редакции и свои предложения по темам будущих передач вы можете оставить по нему не только во время эфира, но и в течение всего рабочего дня. Наташа, и наш телефон 008 справочный. Мы ждем ваших звонков. И в городсберкоме ждут ваших звонков. Спасибо и до свидания. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания. В единый день голосования 18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 созыва. Ждем вас на избирательных участках с 8 до 20 часов. Время выбирать будущее. Время выбирать будущее. Альпинизм – одно из самых опасных увлечений. И заниматься скалолазанием без страховки – это безрассудство. От наркотической зависимости страховки не существует. Не будь безрассудным. Я хочу быть с тобой. Жизнь станет честной и справедливой. Только никому об этом не говори. Я не хочу совершать насилие. Мы совершаем праведные вещи. Ты можешь стать одной из нас. Ты готова? Нет. Мы совершаем правед 다르자.